всем привет сегодня будем использовать vertex paint это одна интересная вещь но и заодно мы будем изучать не только его но и второе это layers material layers сделаем все это в одном видео для того чтобы более конкретнее понять как это будет отрабатывать у меня есть три модельки 3 static mesh в данном случае эта стенка две штуки одинаковых 2 2 версия так скажем и 2 3 версия чем они отличаются они отличаются лишь сеткой это третье это вот вторая то есть здесь сеточка намного меньше на его 1 у нас сеточка практически нулевая получается из 6 треугольников состоит здесь гораздо больше и в 3 так вообще много это для того чтобы понять как работает vertex paint по сути он работает на точках смотрите давайте создадим материал пусть это будет материал vertex paint так его назовем далее мы создадим материал layer так напишем вот так далее мы создадим материал layer blend и теперь нам необходимо зайти в основной материал который мы создали первым теперь мы включаем наш атрибут материал атрибут но из него вытаскиваем layer и как раз таки нам необходим материал атрибут layers здесь мы все что необходимо указали делаем применение сохранения далее нам необходимо персонажи вообще нам не нужен теперь мы заходим наш материал layer здесь у нас вот такая вот структура появляется перед нами и нам необходимо в атрибут поставить необходимые значения это как base color то есть это наш основной цвет допустим если вы хотите поставить металлик там раф нас и так далее то есть вы должны здесь выставлять все это ну давайте выставим раф нас делаем плюс вы выставим так нормал и ну допустим я не знаю бинт окружен поставим то есть вот такие основные части теперь чуть выше приподнимем далее здесь мы вызываем текстур что сегодня текстур так давайте текстур сэмпл параметр 2d назовем эту боюсь делаем копию ставим ее сюда переименовываем это у нас будет так нормал подключаем base сюда нормал мы подключаем нормал ну и еще раз третью ставим давайте это у нас орд будет то есть здесь мы возьмем из мега скана изображение и будем вставлять как вы помните если не помните то r это у нас окружен g это раф нас и би это у нас дисплейсмент но в данном случае его мы сюда и оставить не будем так для этого еще нам необходимо вот на нормале переключить сэмплер type то есть мы за место каур здесь должны поставить нормал ну и желательно за место орд поставить либо маск либо линия в кару сейчас мы он у нас ругается потому что мы подаем на нормал так скажем тип да наш текстуру обычно давайте выставим какой-нибудь именно нормальку и сюда бы нам тоже поставить ту которая является вот диффузионная она тоже у нас является так скажем видом линии у кого или же нет нет не является но если что ладно давайте посмотрим если на кавер отработает то нормально будет сохраняем так здесь мы все практически настроили тоже закрываем и заходим в air blend теперь здесь нам тоже надо будет настроить некие значения во первых нам нужен вертекс кавер для того чтобы рисовать вызываем вертекс кавер далее мы должны из тех параметров append вектор сделать и смешать его с прозрачность теперь выходной значение нам необходимо нападать на маску на именно маску каналов так это у нас ченнел и выходной значение мы будем переключать для того чтобы и вы могли допустим выключить вообще вертекс на и рисование по сути или же включать но это уже на ваш выбор делаем через свитч давайте лучше напишем здесь у нас есть статик свитч параметра давайте вертекс paint напиши то есть если true мы естественно рисуем вертексом если false нам нужно сюда подать значение данном случае единицу но либо это можете переключить вызвать конверту параметра да и записать это все в параметр и выходное значение мы подаем в альфа так делаем сохранение и закрываем наш blend теперь наш материал да давайте выделим все плоскости которые у нас имеются и подадим на их материал тот который мы создали наш давайте выставим instance потому что нам нужен instance будет мы же должны регулировать это все то есть мы выставили instance и заходим в этот instance давайте чуть-чуть вот сюда выставлю теперь у нас имеется здесь пустая строчка до бэкграунд мы в нее должны подать наш лэйр так лэйр вот он подаем лэйр и у нас принимается та текстура которую мы установили в лэйре сейчас давайте посмотрю у меня вроде да у меня есть четыре вида текстур как вы видите у нас не просчитывается материал почему-то началось такая билиберда для того чтобы это все просчиталось давайте вызовем size map на всех этих папочках то есть он просмотрел этот материал и по сути его нормально показала ну если не показал делаем size map переключаем на memory size и вот как раз таки он его формирует точнее просчитывает просто здесь есть у нас земля обычная земля без получается травы каменная текстура и какой-то не знаю песок глина что-то подобное так давайте я еще открою необходимо не дополнительный контекст браузер вот он вылез я его искал так нам нужно зайти пусть это мига сканс будет здесь нам необходимо вот это а здесь мы зайдем наш материал а так войдем материал и перенастроим наши текстуры пусть они будут уже настроены так здесь норму мы подаем наш норму так зайдем сюда давайте посмотрим да здесь стоит маска значит нам необходимо будет выбрать маску так выбираем это за место color мы ставим маск и ставим наши текстуру все теперь он не ругается применяем сохраняем и у нас вот как раз таки основной материал базовый до бэкграунд становится именно тот который мы сейчас по маске по слою сделали далее чтобы нам необходимо было какие-то другие свои делать мы должны добавить здесь есть вот такая вот такой вот плюсик мы делаем добавляем пусть здесь можно назвать вид вашего слоя я не буду называть их здесь также мы выбираем нашу маску данном случае мне их много так точнее свой то то есть он я его выделил и сюда уже ставлю здесь он поставился и далее мы в блэнд ассет должны поставить наш блэнд нажимаем на блэнд ставим его сюда но и проделываем это с каждым слоем то есть сейчас у меня блэнд выделим последним я вот сейчас пока три слоя настрою потому что у нас три канала теперь здесь мы все выставили как вы помните мы создавали в нашем слое некие параметры да как параметр base normal и urd то есть здесь мы можем выставить необходимые наши текстуры данном случае это вот у нас допустим кирпич будем на третьем слое рисовать то есть выделяем ставим можно прикрыть дальше он нам пока не нужен потому что мы текстуру выставили но нужен открою нужно открывать блэнд для того чтобы редактировать потому что у нас есть вертекс пенда то есть мы должны поставить галочку чтобы включить на каком канале мы должны будем рисовать данную текстуру пусть это у нас будет red на третьем канале на втором канале давайте выставим тоже текстуры какие нам необходимы переходим в следующую папочку и выставляем здесь те значения которые нам необходимы сворачиваем открываем blend ставим галочку по вертекс пенд и выставляем уже свой зеленый так но и настраиваем все то же самое на первом материале выходим отсюда следующую текстуру ставим base normal и орд заходим в blend галочка color и blue есть конечно варианты еще совместно два вида но это намного сложнее то есть но я думаю что четырех материалов на вертексное рисование это принципе достаточно все мы сохраняем мы все заполнили и теперь смотрите материал мы можем ну давайте его вот сюда поставим где наш контент браузер свернем теперь так мы должны выделить те части как на которых мы будем рисовать далее переходим мышь пент но если вы вдруг не выделили здесь можно также выделять вот когда вы у вас стоит селект то есть вы с помощью шифта выделяете необходимые либо с помощью контру далее переходите пент выставляете необходимую силу нажатия размер кисти кисть вы можете увидеть когда вы ставите на самом мыши и и если вы заметите здесь у нас на кисти очень много точек это те мыши у которых много именно наших вертексов далее идет у тех у которых вот здесь стоит лишний вертекс здесь стоит а здесь вообще нету они только по углам то есть здесь очень большое различие и сейчас увидите почему возьмем paint color поставим черный цвет и на выделенных мы закрасим их черным цветом далее мы переключаем в белый цвет и выбираем тот канал да то есть тот канал на котором мы будем рисовать если вы заметите у нас получается что там где мы рисуем у нас появляется вот такие вот части как видите то что у нас на где много точек он прекрасно рисует если силу чуть поменьше сделать естественно будет небольшой переходик такой там где точек нету он практически не рисует вот где точка попалась и естественно он там смог нарисовать этот переход здесь практически нигде нету то есть я рисую но нету только лишь по краям и по краям тоже редко что можно поймать ну вот я поймал и он зацепился за это это мы синие далее можем нарисовать зеленым это как раз таки свой у нас второй если я не ошибаюсь да так но здесь чуть побольше силы нажатия надо чтобы быстрее рисовалась и как видите здесь гораздо лучше естественно такое большое количество наших точек не особо рекомендуется потому что это естественно большое количество полигонов что очень сильно влияет на загруженность на рендер то есть надо выбирать какие-то более-менее нормальные параметры ну и красный цвет мы рисуем камень и смотрите видите у нас камень закрашивает ниже лежащий слой но если я буду рисовать допустим синим здесь по камню я не смогу ничего нарисовать потому что он является верхним когда мы зайдем в instance да то есть наш instance материал у нас он является верхним и и его перекрыть практически невозможно то есть если вы вдруг хотите и перепутали виды так скажем слоев вы можете переместить этот слой допустим ниже и заместо этого будет другой слой то есть он будет меняться и когда мы все это поменяли теперь мы сам материал то и не поменяли почему-то переименовали они как-то переименовались но не суть то есть когда вы будете создавать вот эти свои вспоминайте что они имеют значение определенное да то есть то что у нас внизу будет но при условии что вы допустим как и я сделали перекрыть саму начале переключили на черный и закрасили все если же вы закрасили все на белом то немножко по-другому все будет происходить и и чтобы все стереть нам по сути необходимо выделить именно все свои и сделать допустим заливку да если вот на белом у нас появился камень первым если же я сделаю заливку на черном нашим рабочим слой да он у нас выдаст базовый цвет так что вот это тоже не забывайте ну естественно все это у нас работает так я забыл переключить естественно это у нас все работает с нормальными здесь плохо будет видно так давайте усилию на полную все это работает с нормальными чтобы это прям конкретно посмотреть давайте просто повернем его и видите у нас в нормальных такие тени появляются это означает что нормаль отрабатывает сейчас в данном случае просто из-за того что освещение хорошее мы можем не заметить на этом все пишите в комментариях используете ли вы vertex paint а ну и еще и забыл вам показать то есть когда мы переключаемся шейдинг да то есть у нас у нас наш материал по сути зеленый светло-зеленый даже по сравнению с landscape он светлее значит лучше если даже нарисовать несколькими цветами так ну давайте здесь я но чтобы стирать вот как я сейчас стираю зажимаете shift и стираете тот слой который вам необходим здесь бывает наложение то есть да смотрите какой цвет рисуется запускаем ну и как видите никаких изменений не произошло но все равно этот вид все таки является более затратным чем обычный материал до скорой встречи всем пока неприятным resses в с с с 8 Продолжение следует...